Добрый вечер! Как всегда в этот день и в этот час на телеканале Вариант, программа Врач на Адам. Как всегда мы поговорим о том, что интересует и что, разумеется, беспокоит жителей 33 региона и, разумеется, отдельно взятого города Владимира. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5, Изабелла Явкова. Изабелла Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Не виделись мы с вами целых 8 месяцев. Разговоров у нас с вами накопилось просто немерено. Боюсь, программы не хватит. Но, тем не менее, последние пару лет мы с вами в основном разговаривали о коронавирусе. В основном. Ну, самая актуальная тема была, вы на переднем крае были. И есть. И до сих пор понятно, как любой терапевт, собственно говоря, это передний край. Скорой помощи терапевта. Да. У педиатра. Ну, педиатра, в самом деле. Это герои отдельные. Да вы все молодцы, если честно. Любой доктор уже молодец. И хотелось бы начать, скажем так, с коронавирусных последствий. Можно даже так выразиться. ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, объявила, что эпидемии коронавируса сошла на нет. Статистика, собственно говоря, то же самое показывает, в том числе и по Владимирской области. За сегодня, на сегодняшний день, вот именно 15 мая 2023 года, зафиксировано 23 случая, выявленных, подтвержденных ковида. По вашим наблюдениям, все так и есть? Реальный спад? И можно забыть про вирус? Или же к ситуации по-прежнему надо относиться с опасением и уж, может быть, даже с уважением? Ну, с опасением я не стала бы. Любая тревога, она здоровье наше ослабляет. А вот с уважением это точно. Ну, действительно, ковида стало встречаться значительно меньше. Но, во-первых, начнем с того, что многие молодые люди, кому не нужен больничный лист, при назначении теста на ковид, при появлении любых респираторных симптомов, этот тест не сдают. Просто не сдают. А среди тех, которые сдают, до процента положительных тестов, он намного уменьшился. Вот на сегодняшний день у меня только один, вернее, одна пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Но я бы не расслаблялась, потому что мы уже несколько раз за волну эпидемии, пандемии расслаблялись. И вдруг накатывала волна с новыми симптомами, с новыми явлениями, с значительным увеличением количества обращений к нам пациентов. Поэтому я остаюсь, как говорится, на боевом посту в плане новой коронавирусной инфекции. Это точно. Нужно радовать только то, что в последнее время новая коронавирусная инфекция протекает с банальными респираторными симптомами. Слегка насморк, слегка першение в горле, слегка покашливание. Поднялась температура до 38 градусов однократно или вообще не поднималась. Небольшая ломота в теле, 2-3-4 дня держатся симптомы, все уходит. Многие пациенты не обращаются. Но совсем недавно я работала дежурным врачом. И могу так озвучить. Я строго соблюдаю рекомендацию о том, что любой пациент с респираторными симптомами является потенциально опасным в отношении новой коронавирусной инфекции. И, конечно, мы к ней сейчас относимся по-другому. То есть она вписалась в наш респираторный, как говорится, график. Но было 24 обращения в субботу. То есть я работала в зоне неотложной помощи. Все 24 с респираторными симптомами. Из 24 человек я всех направила на тест. Значит, сдали тест 22. Положительными оказались 8. Это было, правда, в марте. Сейчас, ну и тогда было немного случаев. Сейчас случаи как бы единичные. То есть если раньше мы в своем терапевтическом отделении видели до 15 случаев ежедневно новых случаев коронавирусной инфекции, то теперь 1, 0, 2 максимум. Ну, можно констатировать, что коронавирус растворился в людской массе и, собственно говоря, перешел в разряд обычных ОРВИ, как прогнозировалось изначально. Ну, по факту сейчас это да. Но, учитывая, как она на нас свалилась, и как охватила весь мир, и как тяжело протекала. И, кстати, на сегодняшний день в городской больнице номер 6 инфекционное отделение, где пациенты с ковидом лечатся, оно заполнено, оно не пустует. То есть встречаются и тяжелые течения новой коронавирусной инфекции. То есть поэтому я бы, ну, как бы так вот расслабляться совсем и забыть об этой инфекции, я бы не забывать об этой инфекции, я бы точно не стала. Стоит ли в таком случае вакцинироваться от ковида? И есть ли, на ваш взгляд, риск, что эта зараза вновь вернется? Риск есть. Ну, есть такая точка зрения, что этот вирус искусственный. Рукотворный? Рукотворный. Ну, мы с вами это обсуждали два года назад, если вы помните. Да, да, есть такая точка зрения, значит, и она все больше и больше находит подтверждение. Но там, в этом вирусе, совершенно чуть-чуть изменили, и получилось то, что мы видели в течение вот этих последних трех лет. Поэтому никаких гарантий нет, что не случится какая-то новая история, мы получим новый штамм вируса, или коронавируса, или другого вируса. То есть, я думаю, что к миру микромиру, миру микробов и вирусов нужно относиться сейчас, особенно внимательно и осторожно. И основные правила гигиены не забывать. Вот, к примеру, некоторые ученые и медики призывают нас к бдительности, а иногда и прогнозируют повторение различных эпидемиологических напастей. Вот, в новых вирусах, к примеру, старых, прошу прощения. Вот, возможно это, и как, по вашему мнению, возможно это минимизировать? Я не просто так это спрашиваю. Мне не хотелось бы углубляться в политику, но практика показывает, что на границе с Российской Федерацией, на Украине, на той же, были организованы различные биологические лаборатории, где изучался и геном славян, и всякого рода вот все эти вот вирусы изучались ли или выращивались, я не знаю. Понятно, что ветер дует из-за большой лужи, простите меня, из-за океана, да, или из-за пролива Ла-Манша. Нам этого не легче. Вот есть ли возможность каким-то образом минимизировать риски, спастись, не знаю, ограничить все это дело? Ну, во-первых, для того, чтобы не было вспышек тех же инфекций, которые считалось, мы победили, например, вирус кори, считалось, что мы победили. Потом мне хочется отдельно обратиться к молодым родителям, у которых есть дети, чтобы они максимально придерживались национального календаря прививок. На сегодняшний день очень сильна такая в интернете пропаганда антипрививочников, которые рассказывают о том, как вредно прививать детей. И некоторые родители к этому прислушиваются, и все больше и больше мамы или родителей отказываются вакцинировать своих детей. В итоге иммунная прослойка падает, количество вакцинированных процентов снижается, и риск возникновения различных новых эпидемий, он вырастает. С этим же и связан сейчас рост кори. Казалось, вообще ее не было. Вот я начинала работать, кори не было. Среди взрослых это в принципе не было. Это не обсуждалось. У нас прививали в 10 дней. А сейчас количество случаев заражения кори, особенно взрослых, оно выросло резко. Почему? Потому что нет иммунной прослойки, в том числе и среди детей. Связано с тем, что к нам прибывает население из тех регионов, где этой проблемой просто не были озабочены. Ну, этой проблемой не были озабочены, как мне кажется, ближайшие, наверное, вернее, минувшие лет 30-35, то есть с распадом Советского Союза. Потому что во времена Советского Союза нас строем направляли на эти прививки. А что касается антиваксеров, ну я не знаю, я могу вспомнить только высказывание Станислава Ежелеца, ну это известный польский, скажем так, поэт-сатирик, среди поляков тоже умные люди были, есть. Он сказал, что каждый век имеет свое средневековье. Вот в нашем случае это средневековье выразилось в антиваксерских протестах во времена ковид-эпидемии. То же самое и сейчас. Я не понимаю, по каким причинам вроде бы. А корь, насколько мне известно, это же достаточно опасно. Вот, кстати, расскажите, насколько опасна корь. Потому что я, вот по моим, по моим сведениям, источникам знаний, для детей она менее болезненно проходит. Для взрослых же она, в принципе, такая вещь-то. Ну, корь – это достаточно серьезное заболевание, особенно для взрослых. Она и для детей не протекает безопасно. Но для взрослых особенно. Во-первых, характерно атипичное течение с частым развитием осложнений. А какие осложнения? Во-первых, нет такого четкого противовирусного препарата для кори. То есть лечение симптоматическое, это раз. И поражаются жизненно важные органы. То есть это головной мозг, сердце, ну и другие органы, костно-мышечная система. То есть, в первую очередь, сердце, органы дыхания и мозг. Вирусный, например, коревой энцефалит, после которого однозначно человек останется с последствиями. В лучшем случае инвалидом. Или коревой миокардит, то есть поражение сердца. То есть это тоже без последствий для человека не пройдет. С высокой вероятностью инвалидизации. А дальше, вот важность вакцинации, для того, чтобы была максимально создана иммунная прослойка, я приведу банальный пример. Если берем подъезд типичной девятиэтажки. 36 квартир. В каждой квартире приблизительно, ну пусть будет два взрослых. 72 человека. Вот один человек прошел вечером, вечером, не кашляя, не чихая, прошел по этому подъезду, поднялся на лифте на свой девятый этаж, а утром население пошло из каждой квартиры на работу, то вероятность того, что они все, тот, кто не привит именно эта категория, получит симптомы кори, то есть заразятся вирусом кори, она равна практически 100%. Это очень высоко заразный вирус. Почему и такие жесткие меры предъявляет государство? Я знаю, что сейчас вот во многих серьезных организациях на работу не берут без четкой именно вакцинации от кори, уже титр-антител не работает, и без четкой вакцинации от ковида. К примеру, хорошо, ковид, понятно, вакцинацию придумали недавно, и у всех у нас, кто вакцинировался, у всех у них есть документ. Что касается кори? Ну, найти документы практически... Вот к нам приходит, что делать? Ну, самый простой способ, это пойти сдать титр-антител, если титр-антител в наличии, высокий, референсное значение в допустимых пределах, значит, можно не прививаться. Но я тут столкнулась с такой системой, что титр-антител высокий, антикоревой, а работодатель не принимает. Принеси мне сертификат о вакцинации или из детского сада, или из школы, но чтобы две вакцинации от кори или вакцинации-ревакцинации, чтобы были. Вот так вот. Вот я вспоминаю свое далекое... Жестко. Галапуза и детство вспоминаю. Мне говорили, что меня прививали от кори. Но я не уверен, что где-то остался документ, который пролежал на полках, пылился 50 с лишним лет. Ну, не верю. Ну, вот, например, у меня у дочери есть, со школы остался, вот эта прививочная карта, такая уже старенькая, потрепанная. Но могу сказать однозначно, что там у нее отмечено, вот то, что она дважды вакцинирована именно в школьном периоде от кори. Ну, дочь-то помоложе, прямо скажем. Поэтому... Дочь-то помоложе, да. Поэтому у нее-то, может, и остался. Телефон на зону поступил. Игорь до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Изабелла, здравствуйте, Сергей, здравствуйте. Знаете, я вам даже задам полный вопрос. Вот нам недавно предложили получить путевку в Крым и в город Нальчик. Вот нужно ли делать прививку от кори, чтобы этим не заболеть и уехать? Но мы, правда, отказались. Это далеко от нас. 1429 километров от Москвы. Ну, во-первых, накануне выезда точно вакцинироваться не надо. Я не устаю повторять, что я к любой вакцинации от ковида, от дифтерии, от пневмококка, от кори. Я отношусь как к серьезному вмешательству. Поэтому перед выездом в те края лучше привиться от кори за две недели, а лучше за месяц. Привиться и выезжать спокойно. Возрастным людям, вот сейчас у нас ковид прошел, то есть мы активно занялись вакцинацией, от чего мы в своей амбулаторной практике прививаем. От кори, от коревой краснухи, от вирусного гепатита B, трехкрасного, привинар, то есть пневмококк. Кстати, все наши пациенты, которые в доковидную эру были привиты привинаром, вакциной, они практически заболев ковидом, вот этой тяжелой пневмонией не болели. Привинар это у нас от пневмококка. Да, от пневмонии, ну то есть это возбудитель пневмонии. То есть они не болели. И сейчас наше население с удовольствием идет, возрастную, подчеркиваю, идет на вакцинацию привинар. Дальше мы прививаем от ковида и АДСМ обязательно. Всем датчикам надо привиться АДСМ в обязательном порядке. Адсорбированная столбнячно-дистерийная вакцина. То есть это в одной вакцине и от столбняка, и от дифтерии. От столбняка почему? Ну все датчики работают с землей. И она делается один раз в 10 лет. И это очень важно. Понятно. Я просто от столбняка, я не знаю, прививали меня или не прививали, я просто помню. А раз здесь, если в течение 10 лет не помните, то вам надо идти прививаться. Я точно не делал в течение 10 лет. Я просто вспоминаю, может быть, помните фильм, не фильм, а книжку, «Приключения Толи Крюквина», когда он на велосипеде рухнул, свалился в помойный бак, и его тут же стали прививать от столбняка. Начнем сейчас и так. Все, кто с травмой, загрязненная рана, попадают в травмпункт, там обязательно все это проводится. Услышали все, что такое от столбняка. Что такое столбняк? От бешенства я хотела бы еще сказать населению нашему. И от клещевого энцефалита. То есть сейчас эпицезон очень неблагоприятный по клещевому энцефалиту. На дачах это классика жанра. То есть всем нужно одеваться правильно, не лазить там, где сухая трава. Известно, что они растут, вот эти вот сухостои растет. И вот на кончике вот этого сухостоя сидит по 5-8 клещей, которые спят и видят, как мимо будет проходить какой-нибудь дачник, не очень хорошо одетый, который прицепится к брюкам, потом по брюкам сползет вниз и в щиколотку вцепится. Бог с ним с болезнью лайма. Вот если энцефалит водишь. Бог с ним и болезнью лайма, а есть на сегодняшний день и клещи, да, и энцефалитные клещи. Поэтому к этой теме надо относиться очень внимательно. Животных домашних обрабатывать. Ведь на дачах очень многие любят держать собак и кошек, которым не объяснишь, что там, где растет сухостой, туда не надо бегать. Они туда сбегают 10 раз. Поэтому своих домашних животных тоже нужно прививать от клещей. Это раз. Про бешенство. Тоже обстановка не очень благополучная. Бешенство – это заболевание, от которого не выздоравливают. В принципе, дальше мыши, крысы, дикие – это всякие разные птицы. Они разносчики вот этого вируса бешенства. И поэтому свои домашние животные, которых вы возите за город, в обязательном порядке должны быть привиты от бешенства. Иначе вы в группе риска. Давайте вспомним, по-моему, лет 10, может быть, чуть больше назад, было два случая в Владимирской области, когда домашняя кошка тяпнула хозяина, и ребенок умер, и мужчина взрослый умер. Да, да. Просто-напросто вот от этого. Расслабляться тут вообще никак нельзя. То есть с любыми инфекциями нужно относиться крайне уважительно, почтительно. Ну, от бешенства, насколько мне известно, сейчас вот эта антирабическая вакцина, она же, по-моему, тройная. Нет, 6 штук. 6 штук. Раньше 42. Но все равно не 40 служит. Вы знаете, во-первых, опасно ослюнение. Во-вторых, вакцина, она не такая простая и легкая. Да, и переносится она не больно хорошо. То есть ходить 6 раз в травпункт, сидеть в очереди тоже не больно хорошо. Поэтому лучше всегда, я всегда говорю, лучше 10 раз предупредить заболевание, нежели потом его один раз лечить. Это касается любого заболевания. Ну, понятно, что... Инфекционного особенного, потому что мы очень беззащитны перед инфекционными заболеваниями, и пандемия нам это показала. Я просто хочу сказать, что понятно, что домашних животных можно вакцинировать, тоже так же при подбешенство делать. Это понятно. Можно, нужно. Ну, нужно, да, простите, я неправильно сказал. Но всех случаев не предусмотришь. Опять, дай бог памяти, лет 10 назад совершенно шальной случай произошел, я не знаю, может, вы слышали. В Гусь-Рустальном районе ловил дядька рыбу на берегу реки. Откуда ни возьмись, вылез бобр, тяпнул его за ногу и убежал. Бобр оказался бешеным. Но мужик оказался грамотным, кстати. Пошел проверился и получил свою анитерабическую вакцину. И живой? Да, и здоровый. И не отнесся к этому небрежно. Ну, да, ну, конечно, ну, согласись, вот этот случай шальной совершенно. Потому что я больше ничего подобного не слышал. Ну, вы знаете, я изучала тему, так как я была вот в Индии, и меня оцарапала кошка. Я приехала, и антиарабическую вакцину как раз получила. Все шесть инъекций. Удовольствие, оно, знаете, там было... Ниже среднего, да? Ниже среднего, да. И кто вас, вы говорите? Кошка в Индии. Ну, вот так вот на территории отеля я на нее наступила. Взорвально. Да. И хорошо это было перед отъездом. Я не стала прививаться в Индии. Я как-то решила своему здравоохранению доверяю больше. И я изучила эту тему подробно. Даже о слюнении. Вот вы идете по рассе, поле, наслаждаетесь, красота. Вы идете босиком, у вас хорошее настроение, птички поют, солнце светит. А рядом недавно пробежала леса, у которой изо рта капала слюна с инфицированной вирусом бешенства. И вот вы прошли, ногой задели, вроде как роса, а это слюна. То есть ситуации вот таких вот серьезных очень много. Известный случай. Ну, Изабелла Анатольевна, я в любом случае рад, что вы просто наступили на кошку, а не попался, допустим, бешеный индийский слон. Это было бы гораздо хуже. Ну, это да. Это во-первых. Ну, удовольствие, вот, да. Понимаю. Я считаю, без нужды прививаться тоже не надо. А что, безусловно. Ну, а что касается, вот вы говорите о слюнении и прочего, ну, я так думаю, что, наверное, нашим зрителям, да и вообще, собственно говоря, россиян, жителям, ну, не знаю, жителям города, ну, надо знать просто признаки бешеного животного. Потому что я-то прекрасно помню, что когда-то приходили тоже инфекционисты, гирусологи, они говорили, что если у животного пошло о слюнении, странно себя ведет и водобоязнь наступает, все. Надо сразу сажать в клетку. Да, и немедленно. И идти на профилактику от бешенства. То есть, тут тема, ну, не обсуждается. И надо очень внимательно к этому относиться. Я предлагаю послушать очередной телефонный звонок. Давай. Вера Федоровна звонила. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы так много интересно рассказываете, беспокоясь о нашем здоровье. Спасибо вам. Очень рекомендуете делать прививки, значит, по всякому случаю. Но какой-то план, наверное, должен быть. Прививок много, с чего начинать. Спасибо. прививки от вкусов змей прививки. Спасибо, Вера Федоровна. Очень, очень грамотный вопрос. Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Но я предлагаю ответить на этот вопрос после короткой рекламы на телеканале «Вариант». Не переключайтесь. Спасибо за интересный вопрос. Вот и пролетела короткая реклама на телеканале «Вариант». По-прежнему в программе, по-прежнему в эфире программа «Врач на дом», по-прежнему у нас в гостях Изабелла Анатольевна Ивкова, кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5. Изабелла Анатольевна, перед тем, как уйти на короткую рекламу, наша уважаемая зрительница Вера Федоровна задала вопрос. Давайте я повторю его. Существует ли, я более упрощу по простым словам, существует ли некий календарь прививок, какие прививки необходимо делать в первую очередь и существует ли прививка от укуса змей? Ну, во-первых, значит, я начну с того, что значит, наша телезрительница уважаемая сказала, что я очень радую за вакцинацию. Да, я радую, но я радую за разумную вакцинацию. Ключевое слово разумное. Потому что прививок сейчас существует от всего, во всех количествах и ну вот очень много от разных болезней. И я не думаю, что вот от всех этих болезней нам нужно значит, прививаться. В ряде случаев гораздо проще просто соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать себя вероятности заражения этой инфекцией. Ну, во-первых, для детей существует национальный и для взрослых тоже существует национальный календарь вакцинации. То есть и в первую очередь касается детей, нужно всех детей вот последовательно и согласно рекомендациям показаниям и противопоказаниям этого национального календаря прививать, чтобы соблюсти вот эту ту самую необходимую иммунную прослойку. Вот у меня две внучки 9 и 7 лет. Обе внучки привиты согласно национальному календарю от тех инфекций, от которых им положено быть привитым. за этим следят мамы, не я. Но я так поняла, что вопрос задан для взрослых. С чего начать? Ну, во-первых, тут, конечно, хотелось бы задать много уточняющих информат, но если говорить в целом о взрослых, давайте возьмем категорию 40+, то, значит, обязательно должна быть от столбняка и дифтерии. Раз. Но это вот прям вот банально. Она делается раз в 10 лет. Следующая вакцина. она должна быть значит, от гепатита B. Вероятность тоже высокая. Следующая от ковида. От кори. Значит, и привинар. Ну, это самые такие вот базовые, ключевые. От кори тоже раз в 10 лет. Да, но от кори сейчас делаются и смотрим титры детей, потом прививаем. Если не работодатель не требует каких-то других позиций. То есть, кажется, что вакцин я назвала очень много. Но я бы с чего начала? Я бы начала с того, что надо сходить к своему врачу-терапевту, которому вы доверяете, рассказать ему свою историю, потому что вы же помните, в каком возрасте вы какой болезнью болели. Я знаю точно, что я тяжело болела корием, хотя мне было 10 лет. Люди, все равно, многие приходят и рассказывают, болели, не болели, у нас нет смысла пациентам не доверять. Другое дело, если строго требует работодатель, что дай информацию и все. А так мы с людьми общаемся очень плотно и доверяем им, потому что чрезмерная вакцинация тоже опасна. Если есть высокий титр антител, влазить в иммунную систему ненужной вакцинации тоже лишнее. Например, вакцина АДСМ, о которой мы говорили, она делается один раз в 10 лет. Сделал и 10 лет спишь. Надо попросить у своего терапевта такая книжечка, называется календарь вакцинации, календарь прививок, в которой все подробно написано. Эта книжечка как паспорт. Дальше гепатит, он делается трехкратно и тоже на очень длительный промежуток времени. Кори, вы ее сделали и забыли, потому что сейчас стойкий иммунитет формируется. Забыли один раз в жизни достаточно. Два раза она в детстве делается, если во взрослом состоянии сделали один раз и достаточно. И это по времени, если будет, это по времени очень разнесено все. Хотя, в принципе, вакцинироваться можно каждый месяц. Но я против такой вакцинации. То есть ежемесячно. Вы мне вопрос языка сняли. Да какой? Я хотел спросить. Вот некоторые считают, Это все в течение 10-15 лет. Если вы наблюдаетесь у одного врача, то вот как у меня пациенты на моем терапевтическом участке, вот все эти, кто хочет, вот эти все вакцины он получает. Я проверяю, контролирую. Ни одного осложнения за все время я не видела. Мною направлено на вакцинацию очень много людей. Сотни, десятки тысяч. За 40 лет практики. Сами понимаете. Понятно. Существует ли вакцина от укуса змей? Вопрос нашей телезрительницы. Ну, такая вакцина существует, но есть смысл возможно ей привиться, но эта вакцина сложная, у нее есть определенные показания, определенные противопоказания, но лично я бы именно вот этой вакциной прививаться не стала. Я просто бы не пошла в те места, где есть гадюки. Или туда пошла, то я одела бы высокие сапоги и так далее. Потому что вакцина переносить сложно. Вот этой бы вакциной я лично прививаться не стала. Гадюк не смертельно опасен ее укус. Не смертельно опасен укус, но если у человека сопутствующей патологии много, то есть сердце, легкие, постковидные синдромы, то тут вероятность и вакцину перенести тяжело достаточно, но и помощь тем пациентам, кого укусили. У нас смертельных случаев от укус гадюки вообще-то не наблюдается, потому что вводится соответствующее противоядие и люди у нас живые и без осложнений. То есть у нас за этим очень четко вот эта служба организована за людьми, за всеми этими случаями осуществляется этим людям, кого укусила змея оказывается своевременно помощь, потому что человек сразу же вызывает скорую, скорая услышав, что повод вызова приезжает очень быстро, наша скорая сейчас работает великолепная, точно это вам говорю, со знанием дела, значит, и помощь оказывается своевременной, никаких проблем нет. еще гадюки, слава богу, кстати, вот я знаю случаев во Владимирской области, когда же назову населенные пункты. Вот и среди моей практики ни одного случая не было необходимости прививаться, никто не обращался, что он хочет привиться вот именно этой вакциной. Я собиралась поехать в Африку, но прочитав перечень вакцин, которыми я должна привиться, чтобы поехать туда безопасно, я решила, что лучше я поживу еще, нежели я увижу, не доеду до Африки, потому что пока я весь этот календарь пройду вакцинацию, то я точно получу осложнение, до Африки я просто не доберусь. Это лишнее. На то моя тема закрылась. Ну, что касается измененной темы, я же понимаю, так что от укуса всех подряд изменений не существует вакцина? То есть определенно сыворотка от укуса определенная. Сыворотка водится, когда уже тяпнули. Я по крайней мере говорю, что я знаю, что в деревне Заястриме Судогодского района одна не совсем трезвая дама поймала змею и решила ее поцеловать. Та недолго-долго вцепилась ей в нос, это может лет 5-7 назад было. Я серьезно, я не шучу. Гадюка вцепилась ей в нос, гадюка она выкинула, нос распух, она даже никуда не ходила после этого. Мне свое было противоядие. Ничего, нормально, жива до сих пор, живет, здравствуй. Я правда, я не шучу, честное слово. Может, ты ее уши укусил. Гарри гадюка, ужатые уши, кто не уже это самые желтые, пятна на голове. Может, она не заметила. Ну, она честь, скажите на спорте. Кто ее знает, сказал, что гадюка. Хорошо. Мы будем, поверим, поверим. Бог с ними. А вот, какие меры должен каждый из нас предпринимать, каждый из нас, чтобы не было и повторение эпидемии, и другой эпидемии тоже. Только прививаться и все? Только прививаться. Ну, мы никак не повлияем на новую эпидемию. Каким образом мы могли предугадать, что у нас появится ковид? Поэтому вероятность, я считаю, в современном мире появления новых каких-то инфекций, суперинфекций, более тяжелых, чем новая коронавирусная инфекция, достаточно высока. Я бы тут так сказала. Ну, во-первых, следовать календарю прививок, хотя бы от этих инфекций защитить себя. Ну, и потом существуют перекрестные инфекции. Перекрестные, вот, вакцинируешься одного, а частично тебя защищает и от другого. Это раз. Но главное, на что бы я обратила внимание для себя и для своих телезрителей, это первое, следить за состоянием своего организма. Делать свой организм максимально крепким. Как это можно сделать? Только двумя способами. Ежегодный медицинский осмотр или диспансеризация, к которой наше население относится очень негативно, считая, что это нужно врача. Ну, вот, как-то так. Хотя это очень необходимая процедура раз в год проверить свои основные ключевые жизненные показатели. Это первая тема. И вторая тема это банальный образ жизни. То есть, есть, потому что доказано, вот даже вот в эту пандемию, которая вот, серьезное испытание было для всего нашего здравоохранения, серьезный вызов был брошен всему нашему человечеству. Мой опыт личной встречи, с ковидом, я им не один раз, к сожалению, переболела, опыт моих пациентов показывает, чем здоровее и крепче организм, чем устойчивее психика, чем более здоровый образ жизни ведет пациент, тем более легко протекает у него любое инфекционное заболевание, в том числе и ковид, и корь, и все остальные, потому что когда появляется вирусная инфекция, то, как правило, где тонко, там и рвется. Больна сердечно-сосудистая система, удар получит она, больна бронколегочная, удар будет там. Если человек ведет здоровый образ жизни, то я могу сказать, что вероятность заболеть вирусными инфекциями в более легкой форме у него гораздо более высокая, чем у того, кто за собой не наблюдается. Изабелла, мы с вами на протяжении всей программы говорили о столбняке. Много слышал об этом столбняке. Что такое столбняк? Столбнячная палочка. это тоже неизлечимое заболевание. Столбняк на что влияет? Каковы симптомы этого безобразия? Симптомы появляются светлой водобоязнь, судороги и если вовремя не распознаны заболевания, то смертельный исход. Почему сразу вакцинируется? Почему сразу любая травма, любой парез, любая вероятность попадания инфекции в рану, вводится противостолбнячная врача. Я почему про это говорю? Потому что в моем понимании это безопасная инфекция. Что столбняк отцарабывался на тебя столбняк на пал, ты стоишь как столб. Не, не, не. Ну там есть судорога, это и есть. Человек выгибается и тетанус такая жесткая жесткая судорога. Да. Столбняк напал, вот замер а тут замер в судорожной позе, скажем так, если выразить. Заболевание тоже крайне тяжелое, малоизлечимое. У нас совсем немного остается времени. Сейчас везде говорят о дефиците кадров в медицине. Я понимаю, что вы не кадровик, но вы врач на передовой. Ощущается ли дефицит кадров, насколько сложно работать вам и вашим коллегам? Дефицит кадров очень ощущается. И я в курсе, что и наше Министерство здравоохранения Владимирской области, и администрация губернатора Владимирской области этим вопросом занимаются вплотную. К сожалению, пока мы не видим такого притока медицинских кадров, в частности, даже в том отделении терапевтическом, в котором я работаю, практически на работают 50% врачей. Что это значит? Что на каждого из нас в два раза возрастает нагрузка. Что это значит? Значит, мы попадаем в сложные условия, и если у нас люди в возрасте, то они просто такого режима работы не выдерживают, они уходят, хотя могли бы поработать, и кадровый дефицит он возрастает. Кроме того, сейчас, чтобы как-то улучшить доступ к врачу-терапевту, ведь сейчас к врачу-терапевту попасть сложно. Вот как сложилась ситуация. Этого не было никогда. То есть с 1 июня у нас вводится новое расписание, где количество слотов, то есть количество записей для пациента увеличено, создаются колл-центры, это все делается для того организаторами здравоохранения, чтобы повысить вероятность повысить доступность записи к врачу не только терапевту, но и врачу базовым ключевым специалистам любого лечебного амбулаторного лечебного поликлинического учреждения. Но это создает массу сейчас пока вопросов, мы в новых условиях пока не работали, но мое личное мнение, когда у меня по факту на первичный прием даже пациента, который я не знаю максимум 15 минут, а на повторные 6 минут, я не знаю, как я буду работать. Я не сомневаюсь, что это создается трудность. Я не сомневаюсь, что вы справитесь. Для пациентов и для меня. У нас всего лишь одна минута осталась до окончания программы. Предлагаю подвести итог, то есть для того, чтобы быть здоровым, обезопасить себя от эпидемии вирусов и прочих неприятностей надо проходить вакцинацию, диспансеризацию и присматривать. Любить себя, любить свое тело, заботиться о своем теле. Вот, кстати, я сейчас коротко скажу. После ковидный период к нам пришло из 100 человек, пришедших в постковидном периоде на прием, 80 пришло с лишними килограммами от 5 до 15. Это не способствует здоровью. Это понятно. Я не сомневаюсь, что наши уважаемые телезрители прислушаются к вашим рекомендациям. Мне остается напомнить, что у нас в гостях была Изабелла Анатольевна Ивкова, кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5. Изабелла Анатольевна, спасибо вам огромное за, как всегда, интересную познавательную и поучительную беседу. Мне хочется верить, что мы еще с вами встретимся в этой студии неоднократно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, надеюсь не на тему ковида. Мне хочется верить. А нашим телезрителям пожелаем здоровья и до новых встреч в эфире.